Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Как жизнь молодая? Какие новости в жизни? Какие вопросы накопились? Про жизнь молодую можешь не рассказывать, если желаешь. Про новости тоже можешь не распыляться. Но если вопросы есть, то уж хотя бы про это расскажи. Вопросов огромное количество приходит. Ну давай мы пока записываем раз про державность. Цикл у нас такой очередной идет. Давай все-таки будем продолжать про державность. Мы с тобой разбирали, получается, державность, общий смысл ее такой и державность и семья. Ну а также у нас было пояснение, чем же отличаются ведуны, волхвы, жрецы или это одно и то же. Давай сейчас вот о чем поговорим. Из каких элементах состоит держава? Какие уровни у них присутствуют? Какие объединения? Вот про это. Давай про это так про это. Во-первых, по тому, кто такие жрецы, ведуны и прочие-прочие, когда мы с тобой разбирали, есть такое понятие варны. Мы с тобой тоже про это еще не говорили, поговорим. Но очень часто идут вопросы, а чем же отличается варна от касты и вообще что такое каста, что такое варна. Поэтому нам с тобой предстоит это рассмотреть более подробно. Но если мы говорим про те слои общества, из которых держава состоит, то так или иначе она будет пересекаться с варнами. Нам и еще раз придется про это разговаривать. Но если мы от человека начнем и семейного положения, и общественности, то тогда давай рассмотрим следующий вариант. Кто же у нас все-таки составляет державу с точки зрения просто человеческого бытия? Не с точки зрения божественного предназначения, не с точки зрения профессионального, а с точки зрения вообще населения, народа и так далее. У тебя какое представление об этом? Получается, самая низкая частичка державы – это семья. Я думаю, что слово «низкая» здесь не совсем хорошо. Может быть, основная? Да, основной фундамент получается. На фундаменте, с чего строится вся структура державы, кирпичик основной – это семья. Получается, вот так. Значит, дай так разбирать. Вот родился человек, он родился в семье, он еще свою семью не создавал. Да, из семьи он получает очень много что интересного и полезного, но у него своей семьи нет. Он, прежде чем он создаст семью, ему необходимо самому быть готовым к тому, чтобы он создал семью. Поэтому нам необходимо сначала создать одного человека, исходя из тех принципов жизни, которые ему по крови близки. Чтобы он, например, будучи человеком, не стал какой-то обезьяной, не стал каким-то маугли. Чтобы он полноценно развивался и смог себя проявить как человек. Поэтому сначала надо говорить про самый-самый первый кирпичик в этой самой державе – это про человека. Поэтому изначально человек. Ведь каждый человек приходит в эту жизнь для исполнения своих предназначений. Он сам рождается, он сам умирает, он сам кушает, сам пьет, сам ходит, что-то делает. А другой вопрос – с кем он уже делает, как это он уже делает. Поэтому изначально, на мой взгляд, надо всегда отталкиваться от человека. Чтобы понять, для чего ты живешь, нужно понять, кто ты. Чтобы понять, с кем что делать, нужно понять, кто ты, опять же. И прежде чем говорить про державу, про какие-то совместные дела, необходимо сначала понять, кто ты, опять же. Мы возвращаемся к тому, кто ты. Поэтому самая-самая основа – это человек. Все остальное – это то, ради чего он живет. Но если он не понимает, ради чего он живет, кто он не понимает, то тогда и непонятно будет, ради чего он живет. Поэтому человек. Хорошо, вот родился мальчик или девочка родилась, возрослела, получила какое-то воспитание от отца с мамой. И что дальше происходит? Раньше было так, что родители выбирали своему ребенку пару. Причем советовались обычно еще с жрецом. В общем, с человеком, который был сведущим, который мог подсказать не только на уровне физического тела, чтобы было родство и, как назвать, совместное движение вперед, но на уровне души и духа. То есть вот момент этот, я так понимаю, раньше был намного более глубинный. И тут и родители важную роль выбирали. И основной момент – это именно просматривал ведущий человек. Следующая ступень в державе – это именно семья. То есть парень, девушка, мужчина, женщина соединялись в союз, в священный союз, в семью. Как-то так. В общем-то, да, ты хорошо это сказал все. Здесь, наверное, надо какие-то, может быть, внести уточнения с моей стороны. Когда стала рушиться держава, и людям необходимо было просто выживать, то в этом случае тогда стали прибегать вот к таким простым действиям, о которых ты рассказал. То есть папа с мамой, или просто папа, находил пару своему ребенку. Они договаривались с той семьей, где этот ребенок развивался. И после этого был первичный сговор. Могли обручиться, то есть руки связывали между собой, и их называли уже женихом и невестой, к примеру. Такие случаи известны. Иногда с точки зрения выгодности для рода не папа с мамой что-то решали, а решал жрец. Когда он приходил в этот род, или его звали, и он говорил, вот вашему ребенку необходимо вот с тем ребенком быть в дальнейшем замужестве или жениться. Когда же были несколько другие времена, то там происходило все более естественно, потому что каждый человек имел большие возможности, чем сейчас, и чем, например, 200, 300 или 1000 лет назад. Он сам познавал этот мир, исходя из своих предназначений, из того, что ему необходимо делать. И он сам чувствовал свою вторую половину. То есть в данном случае необходимость в том, чтобы кто-то помогал найти вторую половину, была минимальная. А вот когда стал рушиться уже наш строй, когда мозги стали засыпать, вот тогда необходимо было уже прибегать к помощи жрецов, волхвов, кудесников, ведунов и прочих-прочих-прочих, кто мог подсказать, как быть. Когда же стали различные происходить неприятности на земле, уничтожающие наши рода, вот тогда уже включился домострой. Жесткий принцип строения семьи, строения общества, где ради того, чтобы сохранить рода, применялись вот все те меры, о которых ты сказал. И тогда уже, что сказал отец, так оно и будет. Что сказал старейшина, так оно и будет. Сказал жрец или священник, так оно и будет. Все. И дальше поговорка. Слюбится, стерпится, стерпится, слюбится. Если мы что-то одно будем отвергать, то тогда мы целостного мировосприятия не получим. Поэтому было и то, и другое, и третье. Вопрос, к чему мы сейчас готовы. Как показывает практика, мы сейчас не готовы ни к первому, ни к второму, ни к третьему. Большинство людей живут как перекати поле, наверное, такой образ, наверное, больше подходит. Вот куда ветер дует, туда и качусь. И поэтому, кто на дороге попался, с тем и встречаюсь. А дальше там включаются органы чувств, представления навязанные и тому подобное. Поэтому семейный союз – это дело тонкое, даже тоньше, чем Восток, в известном фильме про Петруху и Сухова. И нам необходимо это осознавать. Но недостаточно про это поговорить. Необходимо, чтобы человек в этом жил. У нас очень часто говорят про державу, у нас очень часто говорят про славянский, русский, славяно-русский, славяно-арийский мир. Но при этом соответствия очень-очень мало. Поэтому недостаточно про это говорить. Надо это осознать. Надо в это погрузиться. И только погрузившись, можно что-то делать. И можно в этом жить. Итак, значит, сначала человек, потом семейный союз. Что дальше? Дальше получается объединение семей. То есть, ну, это вот община, скорее всего, получается. Потом идет уже не просто семейный союз, а полноценная семья, где рождаются дети. И в этом случае необходимо понимать, что полноценная семья может быть, когда есть 9 детей. Полный круг – это когда уже 16 детей. Если же кто-то является родоначальником здесь, то он родоначальником может себя называть только тогда, когда у него есть внуки. То есть, недостаточно родить детей и назвать себе родоначальником. Ну, родоначальником я имею в виду с точки зрения плоскости земли. Вот в какой-то общине родоначальник в этой общине. А если мы говорим про божественные, то в этом случае, конечно же, род небесный и все роды здесь без разговоров. Они всегда остаются родоначальниками. Это даже не обсуждается. Я имею в виду про земные рода. Так вот, род может быть по отношению к человеку только тогда, когда человек становится дедушкой или бабушкой. Но, естественно, что у нас отчет идет по мужской линии, поэтому мы говорим в данном случае про мужчин. Вот если у мужчины появились внуки свои, кровные, он является уже родоначальником. Это уже род. Значит, получает следующее. Человек, семья, род, но в этом случае еще же есть братья, сестры и двоюродные, и троюродные. И так далее, и тому подобное. И вот там, где у человека есть, например, брат, у которого есть дети, они называются племянники. И это уже называется племя. То есть человек, семья, род, племя, входящие в этот род или близко находящиеся. И потом уже община. Ведь в общине могут быть несколько родов. В общине могут быть несколько племен. И это уже взаимодействие на более широком уровне. Вот это есть уже община. То, что объединяет и человека, и семейный союз, и семью, и род, и племя. Вот это уже община. Дальше идет копа, соединяющая несколько общин. Дальше идет весть, соединяющая несколько коп. Дальше идет вече, соединяющая уже несколько веся, где есть центральный какой город, с каким-либо назначенным князем, тот, который знает Ясу, держит закон и управляет этим местом. То есть князь – это не наследственное. Князь – это назначенное звание, назначенная должность, так сказать, назначенная должность достойными мужами среди весей, среди всей веси. Естественно, что уже из вече или княжеств строится держава. Вернее так, если это единая держава, то там еще могут быть страны. То есть стороны. Стороны от стольного града. Стольный град, где сидит на престоле светлейший князь. Либо называемый царь. Арий – это уважаемый, первопроходец по земле, возделывающий землю, хранящий землю. Это значение Ария. Так вот, С-Арий – это тот, который назначен главным для сохранения всей этой земли. Это самый главный, главный, глава, муж из самых достойных во всей державе. Но в стране, в одной из стран, или в нескольких странах, которые входят в державу, может быть свой князь в этой стране. Например, южная страна, северная страна, западная и так далее. Название сейчас не будем назвать. Просто так вот по направлениям света. И получается вот такая интересная картина. Человек, семейный союз, семья, род, племя, община, копа, вечи, весь, вечи. Дальше, вечи – это то, где уже князь может управлять. Дальше, страна, где управитель князя, где все это есть вместе. И держава, где есть светлейший князь, то есть царь. Царь. Вот примерно такая ситуация. Вопрос, может быть, в стране светлейший князь? По договору державному, да, светлейший князь также может быть и в стране. Но тогда циарий должен быть тот, который самый светлейший из всех светлейших. Которого назначают светлейшие князья. Если мы говорим уже про всемирное представление державы. Вот если у нас будет всемирное представление державы, то есть вся земля будет, как держава, на руке царя, то есть царя. И там будет стоять знак наверху. Такой крест, но трехмерный крест. Не просто две перекладинки. А еще и добавлена вот такая перекладина. То есть получался ежик. То есть во все стороны света. Вот это царь. Самый светлейший князь. Которому доверил самый-самый простой человек быть царем. Через копных мужей, через старшин и так далее. Об этом тоже можно разговаривать. Светлейший князь. Князь страны. Может иметь тоже державу. Естественно тоже есть в руке скипетр. Или скипер. Или как-то еще там по-другому называйте, как хотите. То есть палочка указующая. Но только там вот этого ежика креста наверху не будет. Будет обозначена та часть державы, которой он управляет. Князь, который управляет княжеством. Входящим в страну, в державу. Он уже державы не будет в руке иметь. Он будет иметь только палочку, указующую кому что говорить, что делать. Ну, естественно, что в Вече, там тоже про державу разговор никого нет. В руке имеется в виду про шарик. Там есть палочка для старшины Вечи, который назначается из достойнейших Вечевых мужей. И эта палочка, о ней мы тоже можем поговорить, что у царя, что у светлейшего князя, что у князя или державника, доверенного Вече, она выполняет определенные функции. Вот такое строительство державы, которое мне известно. Вы можете уточнять, можете что-то дополнять, но вот такое строительство державы известно мне. Интересно, особенно когда ты упоминал про вот эти, так сказать, трехмерные обозначения сторон света. Причем вот получается слово есть семь сторон света. То есть север, юг, запад, восток, вверх, вниз. И получается, видать, еще внутрь куда-то, седьмая часть, за что он может, как назвать, с чем он может взаимодействовать, за что он может отвечать. Я имею в виду про, как назвать так, символ, который на нем находится. Ты что-то про это можешь пояснить еще? Это, скорее всего, не символ, потому что символ – это уже искаженное иностранное слово, которое, да, присутствовало в наших языках, как сила. Вол, одно из значений вол – это сильный. А си или сэ – это указатель того, что это есть проявление или возможность этой силы. То есть символ звучит так. А если мы говорим про наше, то это какое-то древнее, но надо до него докопаться. Поэтому я пока предлагаю использовать слово знак, а не символ. И когда появится полная расшифровка слова символа, вот тогда мы можем уже правильно его применять. Пока просто так вбросы делаю, что есть значение более тайное слово символ, которое искажено, к сожалению. И до нас оно дошло уже в возвращенном искаженном состоянии. По поводу вот этого знака. Ну, если мы берем вот этого ежика, то есть перекрестие вертикальное и перекрестие горизонтальное, соединенные вместе, когда вверх-вниз, право-лево-вперед-назад, то здесь понятно, это во все стороны распространения власти. Власть от слова «владу». А владу может быть тот, который живет по праве. Владу с кем? С землей, с богами, с божественным проявлением. И самое главное – с человеками, которые его выдвинули и назначили на этот пост, на эту должность. Это должность. Должность – это слово «долг», «долгий». Его назначают на определенное временное какое-то направление, временной отрезок, так будет правильно сказать, чтобы он отвечал за что-либо. То есть царь отвечает за что? За державу. Светлейший князь за что? За страну, которая в державе находится. Князь за что? За княжество, в котором находится Вече. И так далее, и тому подобное. Поэтому во все стороны распространяется. А вот те, которые же светлейшие князья в стране, то есть в стороне находятся, в стороне этой державы, у них держава без вот этого ежика наверху. Потому что у них только управление вот этой частью державы. И у них, конечно, там могли как-то, у нас народ же был такой веселый, конечно, могли как-то отмечать на этой державе вот именно вот эту территорию. Вот именно эту часть державы, эту страну. Ну, а уже для Вече, для простого князя, отвечающего за Вече, за местечко какое-то, там держава была не нужна. Более важно нам рассмотреть, вот что же это за палочка такая указующая, которую называют по-разному скипетр, скипер и так далее. Если говорить про скипера, то это что, иностранные языки, что в них означает слово скипер? У меня почему-то слово скипер было, куда-то направление, движет, да, куда-то какой-то путь, то есть выбирают. То есть, да, да, тот, который показывает, указывает, куда плыть. А в парламентах спикер, да, говорящий, спикер, оно пересекается скипер, спикер-скипер. То есть, у кого есть скипер, тот спикер, тот может говорить. Вот есть у тебя палочка, ты можешь говорить. Скипер есть, значит, ты говорящий. Если у тебя нет, все, извини, говорить не получится. И это же наше древнее. Это наше древнее. Мы сейчас уйдем от верха державы, перейдем в основу державы и перейдем в копу. Да до кого в копу? В круг перейдем. В общинный круг. Есть старшина общины, который на кругу был выбран старшиной, который обязан следить за порядком и который обязан следить за тем, чтобы все мнения были выслушаны. Как правило, это были умудренные люди. И, как правило, у них был посох. Посох, с которым они постоянно находились. Посохи были для хождения. Посохи были для управления. Посох вообще много разновидностей было. Мы сейчас не об этом говорим. Так вот, тот самый посох, он и назывался палочкой-выручалочкой. В том случае, если кто-то в кругу нарушал правила, то тогда старшина имел право этим посохом вернуть человека к этой жизни. И тот, у кого был посох, имел право говорить. У кого посоха не было, тот говорить не имел права. Как правило, в кругу, где сидит, например, 10-20 человек, достойнейших из этой общины, вот этот вот старшина стоял в середине этого круга, а остальные сидели по сторонам. Это и назывался как раз круг. И как только старшина выходил в центр с этим посохом, все остальные замолкали. Все остальные замолкали. То есть, когда вот только собиралось, они сидят, разговаривают о чем-то, встал старшина, все уже замолчали, вышел в центр круга, посох в землю воткнул или поставил, все. Это означает, совещание началось, совет начался. И никто галдеть не имеет права. Иначе этим посохом по горбинушке. Старшина излагает тему, исходя из того, кто ему что сказал до круга, исходя из пожеланий общинников, и после изложения темы он начинает держать совет. Он имеет право вызвать в круг каждого по очереди или того, кого необходимо вызвать, для отчета, например, для доклада, для изложения, для раскрытия темы. И передает ему этот посох, эту палочку, палочку-вручалочку. Сам в этот момент может остаться, стоять рядом с ним или может сесть на свое место. И пока палочка находится вот у этого человека, никто не имеет права в кругу разинуть рот и что-то сказать. Как только доклад окончен, как только тема изложена или мнение высказано, старшина забирает эту палочку, этот посох, предлагает человеку сесть и дальше или по очереди, или вызывает кого-то, или просто по кругу предлагает, чтобы начали высказываться, указывая этой палочке, кто имеет право сейчас говорить или вызывая к себе, как я уже сказал. И вот таким образом происходит совет, где выслушивается первый круг. после этого может быть дано время на обсуждение, когда старшина выходит из круга и между собой происходит такой небольшой галдеж, когда просто обмениваются мнениями, или сразу переходит к второму кругу. Когда все мнения выслушаны, теперь говорит, вот вы выслушали все мнения, а теперь давайте вот с этого человека начинаем высказывать, объединять мнения, что ты понял из этого и что надо делать. И опять каждый, или выходя в круг, или сидя на своем месте, или сидя за столом, как это делал Артур, известный своим круглым столом, опять каждый высказывает свою точку зрения. После этого, если старшина видел, что тема раскрыта, он выводил решение и предлагал ответить, любо решение или не любо, принимает круг решения или не принимает. И если решение принималось, совет по этому делу заканчивался. Если не принималось, начинался третий круг, когда опять каждый что-то говорил. Если вдруг старшина видел, что единогласие не достигается, он назначал так называемые рабочие группы, которые должны были проработать это решение и потом на следующий круг, на следующий совет вынести свое предложение. Но всегда принималось решение единогласно. Старшина не навязывал свое решение. Старшина только объединял все мнения и предлагал готовую форму этого решения, исходя из того, что кто сказал. И любой человек имел право сказать «Я не согласен. почему ты не согласен? Я не согласен, потому что вот так, вот так, вот так, вот так». И опять мог быть четвертый круг, пятый круг, шестой. Обычно больше девяти кругов не проводилось за один раз. В этом случае, если к седьмому кругу подходили и проблема не решалась, то в этом случае собирался совет, назначался, вернее, совет старшина, то есть рабочая группа, и эти люди уходили заниматься своим делом. А круг совет распускался на это время. Если же к девятому разу не удавалось достичь какого-то единогласного решения, то опять же старшина вот так и поступал, назначал людей, которые будут эту проблему обрабатывать, отрабатывать, которые найдут решение. Поэтому палочка в руке царя, который везде отображается, это не что иное, как наследие, передающееся с самого-самого начала к самому-ксамому верху правления. Это указующий знак, дающий возможность кому-то говорить. А держава это то, что означало за какую часть матушки земли вот этот вседержатель или просто держатель отвечает. Отвечает перед каждым из людей, живущих в этой державе, в этой стране, в этом княжестве, в этой весе и так далее. Ну, понятно, что княжество и весь это уже там держава не будет, я об этом говорил, но отвечает перед теми, кто его назначил. Никогда потомственных князей, царей в державе не было. Потому что все мы люди, и может случиться разное. Может случиться такое, что дети не удались. И что, такой полоумный будет управлять страной? Так это же все, это конец стране. Поэтому никогда, никогда в державе не было того, чтобы кто-то передавал свою должность по наследству. Ни князья, ни бояре, ни цари этого делать не могли. Это были назначенные народом должности. Народ выбирал по местам лучших из лучших. И они переходили в разряд мироедов. Они становились мироеды. О чем мы уже говорили раньше. Алексей, вот что хотел уточнить. А на вот эти обсуждения там были только мужчины или только женщины. Просто вот я сейчас поясню свою мысль, а ты выскажешь так это или нет. Я вот слышал, что вроде бы на таких собраниях в основном были мужчины, причем у которых уже было несколько детей. То есть они можно сказать как это а не только у них дети родились, но они выросли и уже эти дети создали свою семью. То есть он до такого уровня уже мужчины воспитал, что они могли быть самостоятельны. И только такой мужчина мог принимать уже в обсуждении вопросы. И еще какой момент. тут женщины могут возмутиться, почему такая мол несправедливость, почему мужчины обсуждают, а мы мол не обсуждаем. Я слышал такое мнение, что связано это с тем, что женщину старались оградить от всех вот этих вот разных бытовых проблем, потому что женщина должна хранить себе лад, а не наоборот с какими-то вопросами, которые вызывают излишнее раздражение, возмущение бывает и так далее. То есть женщины старались вот этих вопросов ограждать, потому что именно если у женщины в душе лад, то тогда и в семье лад, а все у нас жиждется на том, что у нас люди создают семью, и из них уже состоит там и племя, и община, и выше. Твое мнение по этому поводу. Мое мнение такое. Женщина это хранительница очага. Она в семье наделена настолько большими возможностями, обязанностями и полномочиями, что заниматься еще такой ерундой, как сидеть и там что-то решать, для нее это несколько не то. Если, конечно, отравлены современной цивилизацией женщины, и они себя считают феминистками, то это разговор не для вас. Идите, стройте свою карьеру, занимайтесь бизнесом, кем угодно и чем угодно. Это ваша возможность, это ваше решение, уничтожайте себя как хотите. Женщина-берегиня. У женщины забот полон род. Никто лучше женщины свой домашний очаг не обустроит, никакой мужчина это не сделает. Мужчина может построить дом, но облагораживать его изнутри будет женщина. Так устроено. Пила в доме, топор на улице. Не надо смешивать вместе мальчиков и девочек, не надо делать такое гермафродитное приспособление для жизни. Поэтому женщина в нормальном обществе никогда не стремится заниматься вот такими делами, которые очень муторны и очень тяжелые. Склад ума здесь другой. Недаром слово ман мэн означает одновременно и ум и мужчина. Думать вот по этим всем вопросам обязан мужчина это обязанность. А женщина это другое. Женщина должна быть мудрой с точки зрения быта своего. Ну представим себе. Беременная женщина может участвовать в таких вот серьезных совещаниях? Нет. А женщина у которой прошу прощения как там говорят критические дни может она участвовать в этом? Тоже нет. Но физиология так устроена. Кормящая женщина может участвовать в этом? Тоже нет. Что дети будут голодные и она будет там сидеть и всем что-то рассказывать доказывать? Кто более эмоциональный? Мужчина или женщина? Женщина более эмоциональная. Женщина мужчину настроит на то что ей необходимо для того чтобы быт у нее был хороший. А мужчина уже включая ум пойдет и будет этот мир благоустраивать и будет создавать условия для проживания своей женщины? Мужчина поднявшийся выше по мировоззрению будет понимать что такие же женщины есть в округе а бабе бунт это страшно и поэтому нужно сделать так чтобы женщины ни в чем не нуждались чтобы у них было все прекрасно потому что ненуждающаяся женщина она спокойная уравновешенная дети у нее справные накормленные счастливые а если есть такие дети то в них можно вкладывать образование и из таких детей растятся уже настоящие мужчины и женщины из которых состоит та община где живешь ты поэтому очень выгодно чтобы женщина ни в чем не нуждалась а женщина прекрасно это понимает нормальная женщина что я лучше займусь вот этим всем нежели чем буду там заниматься тем что мне не свойственно поэтому женщина сама никогда не стремилась участвовать в таких собраниях в каких же случаях допускалось участие были моменты тяжелые в наших наших прошлых жизнях нашим прошлом когда мужчин не хватало были войны и в этом случае тогда женщинам приходилось пригаться во всех смыслах этого слова в общинную жизнь кто имел право из женщин участвовать вдова вдова воина погибшего где-либо вдова человека с которым произошел какой-то страшный случай но не просто она молодая вдова а которая имела уже детей взросшенных и дети при ее вдовстве не должны были быть больными то есть дети должны быть здоровыми хозяйство должно быть исправное естественно община в этом всегда помогало никогда своих не бросали вдовы всегда были на особым счету но скажем так годам 46 обычно имеющие несколько здоровых детей имеющих свое полное доброе хозяйство вот такие женщины вдовы могли участвовать или если вдруг женщина там семи пядей во лбу когда мужикам фору давала это тоже были исключения но в державности как правило такого не было умная женщина не пойдет туда никогда она не будет в этом участвовать сколько там она пядями во лбу не обладала у нее есть другие предназначения она прекрасно это понимает как правило сейчас лезут в управление женщины у которых какие-то проблемы в жизни к сожалению это так мужчина кто имел право участвовать в таких собраниях мужчина который имел семью имел хотя бы девять человек здоровых детей имел свое крепкое хозяйство и который доказал всем что он имеет мудру то есть мудрый обладающий мудростью вот из таких собирался первый круг общинников общинников которые решали многие вопросы потом уже из этого круга избирался малый круг те которые решали самые важные вопросы где назначался уже старшина общины казначей общины и прочее 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 те самые мироеды про которых мы говорили то есть был сначала большой круг где могли быть люди которых предлагали к ним присматривались да поручали им какие-то дела сделать и только после этого когда дела приносили положительные плоды их могли принять в малый круг то есть избрать в малый круг где решались все важные вопросы это что касаемо именно общины что касается уже вечи веси копы то там принцип еще проще самых достойных из общины направляли копу это были уже копены потом дальше самых достойных из копы представители нескольких общин направляли весь и уже из разных весей самых достойных направляли в вече и вот тут в вече уже мог выбираться князь управляющий этим княжеством таким же образом князья собирались и выбирали святейшего князя в своей стране таким же образом святейшие князья собирались и выбирали того кто будет циарий тот который будет иметь вот эту главную державу естественно с каждым князем необходимо было иметь свою казну то есть это казначей свое воинство то есть дружину своих бояр то есть свою думу управителей помощников и так далее то есть вот эти все взгляды которые нам вернее представления о князьях которые нам известны они так или иначе до нас дошли но в несколько искаженном виде но вот это такое приблизительное строение державности кто имеет право участвовать в выборах назначениях и так далее а кто не имеет права участвовать то есть здоровое потомство крепкое хозяйство и определенный уровень лет обычно где-то там к 46 обычно к 46 но если очень даровитый человек то в этом случае могли быть какие-то исключения и где-нибудь так к 36 годам его могли уже назначать если уж совсем он там величайший было совсем большое тогда исключение но как правило именно старались придерживаться еще и возрастного уровня назначения послушав тебя я понимаю что насколько мудро это все устроено что если туда брали только тех на примере мужчин которые могли своей жизнью своим своим вот именно своей семьей показать миру что действительно у него слова с делами совпадают и вот какой у меня еще вопрос возник я слышал что при воспитании детей применять то или иное наказание к детям если они каким-то образом вели себя плохо мог только мужчина ты про это что-то знаешь конечно наказывать ребенка и воспитывать ребенка имел право только мужчина это мужское занятие воспитывать и в случае необходимости наказывать наказ это не только когда бьют палкой по заднице или ремнем или вожжами наказ слово указ показ то есть показать то есть помочь ребенку различить где худо где добро где свет где мрак понять устои жизни вот это есть наказ и умирая старче наказал своим детям он же не наказал их да не бил их палками наказал им долго жить к примеру или приказал им долго жить то есть наказывать направлять куда-то в том числе и физически направлять в том числе и наказывать в современном нашем представлении дать подзатыльник поправить заднее место поднять кундалинии поставить в угол в конце концов трепку задать повысить голос это имел право делать только мужчина женщина если доходила до этого уровня она в глазах мужчины теряла достоинство поэтому женщина никогда до рукоприкладства тем более до повышения голоса не доходила женщина всегда была скромна рассудительно тиха и доносила то что необходимо не к ребенку напрямую а к мужу чтобы муж уже если это было необходимо донес это до ребенка но женщина имела право приласкать ребенка даже наказанного в том случае если это было наказание физическое или там в угол поставили когда она видела что ребенок осознал с разрешения мужа то есть она подходила к мужу и говорила ну вот он уже там постоял он понял можно его из угла вывести а то там обедать уже пора к примеру или ужинать мужчина говорил давай она подходила разговаривала с ним гладила его обнимала и говорила ну вот видишь как плохо когда батьку ты не слушаешь а батька тебе дело говорит вот если бы ты слушал смотри этого не было то есть она растолковывала ребенку исходя из своей нежности исходя из своего миропредставления вот этой женской энергии благости она рассказывала что батька то у тебя хороший он правильные вещи говорит и он правильно тебя наказал мне то со стороны было виднее что ты натворил явно и увесь вообще бы тебе голову оторвала поэтому ты больше так не делай ты сходи к батьке попроси прощения чтобы он тебя простил и потом иди-ко умывайся сопли вытри слезки вытри и когда батька тебя простит пойдем к нам за стол понимаете да что женщина делает отец дал третку взбучку если это необходимо поставил в угол ребенок там постоял пыл с него спал после этого мама с разрешения отца подходила к ребенку растолковывала спокойно с точки зрения материнства почему это все произошло с ним с ребенком рассказывала почему именно отец хочет добра что надо подойти извиниться перед своим родителем за то что посадеял и после этого приласкавший остудивший его проявив к нему любовь радость сострадания она вот это все возвращала в семейный союз вот где мудрость женщины поэтому мужчина и женщина это единство в воспитании своих детей но проявление воспитания как уже говорил я и наказание и указание мог давать только мужчина и это не домострой домострой там все еще жестче там сразу плетка ремень вожжи здесь нет здесь все спокойнее намного спокойнее но делать вот эти все действия мог только мужчина и в этом есть определенная разумность которая была очень хорошо известна нашим предкам и к ней надо возвращаться женщина всегда разруливала эту ситуацию она все оставила свои места и ребенок возвращался к отцу не как его противник а как любящий сын осознавший что произошло который более не желает чтобы так повторилось и у него вырабатывался подход к этой жизни правильный если это мальчик был ну значит он становился мужчиной он понимал как надо себя вести и с точки зрения мужчины и с точки зрения женщины если это девочка то она понимала как надо матери себя вести по отношению к мужчине к детям и сама становилась такой же как мать рассудительная спокойная любящая нежная хозяйка помощница мужу своему и самое главное она глава этого дома потому что сейчас скажешь как же так мужчина голова она крутит этой головой она шея она основа все что необходимо женщине для того чтобы рот продолжался и все были здоровы мужчина делал поэтому чью он волю исполнял женскую и мудрая женщина умная женщина рассудительная женщина всегда это понимала и мудрый мужчина тоже это понимал поэтому никогда между ними не было столкновений никогда они не мерились кто круче и все было очень и очень хорошо вот как-то так давай на этой хорошей ноте и закончим нашу сегодняшнюю беседу благодарю богам нашим светлым предкам нашим славным тебе Алексей быть добро благодарю тебе Михаил очередной раз что поднял эту тему надеюсь наши рассуждения пройдут не просто так мимо ушей и не просто так мы как клоуны вас поразвлекали надеюсь что наши рассуждения наши мысли с Михаилом лягут на ваши сердца и позволят что-то сделать доброе хорошее в нашей жизни для всего нашего мира для всех наших родов светлых и славных желаю всем добра до новых встреч увидимся и услышимся быть добру и лети ты на крылатом коне рус далекие тысячелетия рус отели «С toppлит» «Степлит» шутки» «Степлит» Продолжение следует...